Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Снял жилье и погиб на Мацесте. После тушения пожара в жилом доме найдено тело мужчины. Беслан в наших сердцах. В Сочи сегодня вспоминали жертв теракта. В памятный митинг приурочили ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Счет на секунды. На автодроме прошли учения медиков. Врачи из разных городов учились оперативно реагировать на внештатные ситуации. Хоть и не работает, но опасно. Сочинцам предлагают сдать старые градусники, лампочки и батарейки. В Сочи минувшей ночью в пожаре погиб человек. Пламя охватило мансарду многоквартирного дома в переулке Лечебном и могло распространиться на соседние квартиры. Спасателей эвакуировали 18 человек. После того, как пожар был потушен, в комнате было найдено тело мужчины. По некоторым данным, он снимал там жилье. Его лично сейчас устанавливают правоохранительные органы. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. Скажем, нет пожаром. Сегодня во всех образовательных учреждениях города занятия начались с урока безопасности. В гости к школьникам и воспитанникам детских садов пришли пожарные и сотрудники ГИБДД. Для ребят провели инструктажи. Кое-где состоялась и учебная эвакуация. А вот в первой гимназии еще и задействовали пожарную технику. Урок безопасности сегодня первый в школьном расписании. Вместо учителя у доски инспектор пожнодзора. Тема урока – «Спички детям не игрушка». Разобрав вопрос детских шалостей, специалист рассказывает ребятам, как себя вести в случае пожара или задымления. Что делать, если ЧС произошло в школе, подскажут учителя. А вот если дома, то в первую очередь необходимо позвонить. И не родителям, а в пожарную часть по номеру 101, если звонить с мобильного телефона, который, кстати, тоже может быть причиной возгорания. У всех у вас есть мобильные телефоны. Поднимите руки. Все пользуются, все у нас большие. Мобильные телефоны вы дома ставите на зарядку. Зарядное устройство у вас включается в розетку. Основными причинами пожара стали оставленное зарядное устройство в электросети. То есть мобильный телефон вы достали с зарядки, сняли, а само зарядное устройство осталось в розетке. Это является причиной возникновения пожара. Поэтому не забываем, сегодня также придем домой и родителям скажем, что мама и папа обязательно все электрические приборы выключаем из электрической сети. Но все же, если пожар произошел, задача ребенка – срочно покинуть помещение. Не прятаться под кроватью, что уже бывало причиной несчастных случаев, рассказывает инспектор, а выбегать на улицу. Лифтом пользоваться нельзя. Кое-что должны уяснить и родители. Оставлять детей дома одних с закрытой дверью нельзя, либо у ребенка должен быть свой ключ. Далее от теории к практике. В гимназии номер один сегодня провели и практическую тренировку по эвакуации. А инспекторы заодно проконтролировали действия охраны и педагогов. К работе привлекли специалистов пожарно-спасательных гарнизонов и спецтехнику. Пока шла проверка систем сигнализации, оповещения и дублирования сигнала на пульт пожарной части, школьники с тройными рядами выходили из классов и запоминали маршрут, по которому в случае ЧАЭС им придется покидать школу. Несмотря на такое количество, что их сегодня уже более 1400, эвакуироваться в течение 3-4 минут, выполняя все нормы. Система давно отработана. Вот эти эвакуации, вот эти мероприятия сейчас еще подъедут представители ГИБДД, и сегодня же они проведут еще свои уроки безопасности. И самое главное, опять в реальном времени наши дети сегодня будут переходить улицу юных ленинцев. И я надеюсь, что вот эти правила они запомнят на всю жизнь. Учебная эвакуация проводится каждую четверть, поэтому все обошлось без нареканий. Оценка поздно-отзора положительная. Эвакуация проходит наглядно для того, чтобы у нас преподавательский состав, служба безопасности школ и учебных заведений вела себя в автоматическом режиме. То есть до автоматизма были доведены все их действия. Наша общая задача – не допустить пожаров из-за грани в учебных заведениях города. Уроки безопасности, скажем, нет пожаром, мероприятия не разовая. В Сочи они будут проходить регулярно. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Беслан в наших сердцах. В Сочи сегодня вспоминали жертв терактов. В городе прошел памятный митинг. Его приурочили ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. На стенде десятки фотографий, свечи и цветы. Со дня трагедии в Северной Осетии прошло 15 лет. В сентябре 2004-го в Беслане погибли более 300 человек. Большинство из них – дети. Они были взяты в заложники террористами прямо во время линейки, посвященной Дню Знаний. Это один из самых массовых и жестоких терактов в истории страны. Почтить память жертв трагедии сегодня собрались десятки сочинцев. Руководство города, духовенство, правоохранители, школьники, военно-патриотические клубы. Собравшиеся отмечали, сегодня важно объединиться в борьбе с терроризмом. Общим злом. То, что делается сегодня руководством города Сочи, руководством Краснодарского края и всего государства нашего необъятной родины России, делается для того, чтобы больше никогда не повторились такие террористические акты, чтобы люди были защищены. Что касается Сочи, в городе круглый год обеспечивают беспрецедентные меры безопасности в школах и детских садах. Охрана, ограждение, тревожные кнопки, строгий пропускной режим. Я считаю, что все люди должны объединиться. Когда прожила трагедия в Беслане, мы приняли активное участие. Наши санаторные и курортные комплексы принимали детей Беслана. И эта традиция сохранялась долгие годы. Сочи, конечно же, чтит и будет помнить всегда. Памятный митинг провели в День солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня вспоминали и жертв других террористических актов. На Дубровке, в Буденовске, Первомайском. Тех, кто погиб при взрыве жилых домов и в метро. Почтили память и погибших в ходе спецопераций. Инга Габешия, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С минуты молчания краевое планированное совещание сегодня начал губернатор Краснодарского края. В администрации региона почтили память жертв трагедии в Беслане. Вениамин Кондратьев отметил, насколько важно не забывать о таких событиях, чтобы избежать их повторения. Глава региона вспомнил о кубанце Андрея Туркине, принимавшем участие в освобождении заложников в Беслане. 15 лет трагедии в Беслане. Мы не можем забыть и мы не можем предать. Мы не можем предать даже наших земляков. И памяти парня, который был простой, учился со мной в одной школе. Это Андрей Туркин, который стал героем России посмертно. Обычный парень, обычный. Очень человечный и всегда приходящий на помощь, кому бы не было. Либо маленькому мальчишке и девчонке, которые бегают в станицах всегда гурьбой, около речек и мало ли что. Либо бабушке с дедушкой. Любым, любым, при том незнакомым ему людям. Он, я помню, получил эти лейтенантские погоны, офицер. Он радовался этому. Офицер спецслужбы. Так гордо. Из какой-то станицы, никому неизвестной в России. Этот парень лейтенант спецслужб. И все. Это его первое и последнее воинское звание. Мы не можем забывать, не имеем права. И давайте начнем нашу планерку с минуты молчания. По тем, кто на самом деле отдал жизнь за сегодняшний мир. Траурные мероприятия прошли сегодня по всей Кубани. В память о жертвах терроризма зажгли свечи и совершили панихиды. На 98-м году ушел из жизни контр-адмирал Семен Гайсинский. Сегодня в Сочи простились с участником Великой Отечественной войны. В 17 лет Семен Израилевич поступил в Высшее военно-морское училище в Ленинграде, успел его окончить и ушел на фронт. Контр-адмирал Гайсинский – участник обороны Ленинграда и Туапсе. Его боевой корабль «Ташкент» участвовал и в обороне Севастополя. В оккупированный город на корабле доставляли продукты и боеприпасы. Из него вывозили раненых. В июле 42-го Ташкент разбомбили, а 20-летний Гайсинский был тяжело ранен в голову. После госпиталя он продолжил службу, до окончания войны успел повоевать под Туапсе, топил корабли фашистов под Одессой, принял участие в освобождении Крыма. Наш город постигла утрата. Ушел из жизни настоящий патриот, герой, герой Великой Отечественной войны. У Семена Израилевича только 49 боевых наград. Одна медаль – это за отвагу ему лично вручил маршал Буденный. Цены нет ему и в том, что он в последнее время посвятил себя полностью военно-патриотическому воспитанию молодежи, что, конечно, очень важно. Мы будем верны всем тем делам, которые Семен Израилевич делал. Проститься сочинцем, контр-адмиралом Семеном Гайсинским пришли десятки горожан, в числе первых и представителей городского совета ветеранов, в котором он был активнейшим участником. Сегодня Семену Израилевичу отдали последние военные почести – почетный караул, военный оркестр и прощальный орудийный залп. Похоронили участника Великой Отечественной войны на Центральном кладбище Сочи. И к другим новостям. Сочинцы могут принять участие в кадровом конкурсе «Лидеры Кубани. Движение вверх». Прием заявок стартовал 1 сентября. Свои силы может попробовать гражданин России не старше 55 лет, имеющий высшее образование. Также нужен стаж работы. Если участнику нет 30, то он должен отработать по специальности не меньше года. Если старше 31, то обязателен опыт руководства не менее двух лет. Заявки будут приниматься до 30 сентября. Чтобы стать участником губернаторского проекта, необходимо пройти регистрацию на сайте лидерыкубани.рф, ответить на вопросы и записать видео с рассказом, как я смогу способствовать развитию Краснодарского края. После регистрации участников в октябре будут ждать два модуля онлайн-тестирования, далее очные полуфиналы, финал и кадровый форум, где пройдет церемония награждения победителей. В прошлом году по инициативе губернатора в крае прошел первый кадровый конкурс, было подано более 4 тысяч заявок, 25 победителей прошли обучение по специальной программе. Некоторые из них получили новые назначения и продвижение по службе. Строительство двух новых школ начнется в Краснодаре в этом году в рамках нацпроекта «Образование». Об открытии новых образовательных учреждений говорили на совещании под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Заседание прошло в режиме видеоконференции с регионами Российской Федерации. В нем принял участие губернатор Краснодарского края. Глава правительства отметил хорошие темпы строительства новых образовательных организаций по всей стране. Благодаря увеличению финансирования уже в ближайшее время удастся ликвидировать практику обучения в три смены. На создание новых мест, приведение школ в порядок, строительство школ в сельской местности регионам было предусмотрено около 200 миллиардов рублей. Была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе. Конечно, желательно в одну смену. Тем более, что за прошлый год число школьников выросло почти на один миллион человек. Вложение в образование – это действительно наше будущее, будущее регионы, будущее всей страны. Кондратьев отметил, что в рамках нацпроектов в регионе сегодня открылись две школы и один детский сад в Денском районе и Краснодаре. На строительство новых социальных объектов предусмотрено 8,5 миллиардов рублей, пять из которых – федеральные средства. Всего на Кубани в рамках нацпроектов появятся 8 школ и 12 детских садов. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Четвертого сентября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. В Сочи ограничивают движение большегрузов. Такие правила будут действовать с 21 по 27 октября в связи с проведением в городе экономического форума и саммита «Россия-Африка». Передвигаться грузовикам придется ночами с 0 до 6 утра. Это ограничение коснется следующих участков федеральных автодорог. Участок трассы «Адлер-Веселая», дублер курортного проспекта, а также совмещенная дорога «Адлер-Альпика-сервис». В это же время руководителям сочинских предприятий всех форм собственности и направленности рекомендовано подвозить разгружать товары только ночью. Также с 0 часов до 6 утра. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасного движения во время экономического форума и саммита «Россия-Африка», которые пройдут в Сочи с 22 по 25 октября. На Сочи автодроме прошли учения медиков. В рамках подготовки к 6 гран-при России, который состоится с 26 по 29 сентября, врачи из разных городов учились оперативно реагировать на внештатные ситуации, изучали устройства машин, проходили тесты на знания сигнализации жестами и флагами. Также прошли занятия по оказанию медицинской помощи пилотам в случае происшествий на трассе. В частности, была отработана ситуация с аварией гонщика. Всего в учениях приняли участие 70 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. На этот раз на гран-при России будут задействованы 170 работников медслужб. Среди них реаниматологи, нейрохирурги, терапевты, травматологи. Медицинские бригады готовы оказать помощь не только участникам, но также зрителям и журналистам. Дополнительно 11 пеших постов расположено в главной трибуне. Есть стационарные посты как в здании питбилдинга, так и в самой главной трибуне. И дополнительно медицинский персонал обеспечивает медицинскую безопасность в Олимпийском парке в дни мероприятия, в том числе и обеспечивает сами концерты. Медицинский персонал гран-при России взаимодействует с больницами в Сочи, Краснодаре, Адлере и Дагомысе. В каждой из них в дни проведения соревнований будет закреплена палата. К началу этапа «Формулы-1» также создаются запасы крови всех групп. Сочинцам предлагают сдать старые градусники, лампочки и батарейки. Сделать это можно будет во всех четырех районах курорта. По субботам с 7 по 28 сентября участники благотворительной акции примут у жителей города опасные отходы, которые не рекомендуется выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Сдать можно лампочки, градусники, батарейки, пластик, просроченные медикаменты, стеклобой, отходы пластика, радиотехнические отходы, а также отходы резинотехнических изделий, кроме шин. Специальные пункты приема будут работать с 10 до 14 часов по следующему графику. 7 сентября – Адлерский район, улица Молокова, 5. 14 сентября – в Центральном районе, улица Новогинская, дом 18, за зданием администрации Центрального района. 21 сентября – Лазаревский район, улица Глинки, 4, двор районной администрации. 28 сентября – Хостинский район, улица 50-летие СССР, дом 17А. Акция проводится в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия». Организаторы обращают внимание, что участие в ней могут принять только физические лица. У организации опасные отходы принимать не будут, документы не предоставляются. Художественному музею присвоят имя знаменитого сочинца. По инициативе депутата Госдумы Константина Затулина музей будет носить имя народного художника, РСФСР, академика Академии художеств Дмитрия Жилинского. Болотна знаменитого сочинца находятся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. С просьбой помочь увековечить его память в родном городе к Затулину обратилась вдова художника Венера Жилинская. Соответствующее письмо депутат направил в адрес главы Сочи Анатолия Пахомова и председателя городского собрания Виктора Филонова. Рассматривались разные варианты – установить памятную доску или дать название улице, площади или объекту. С инициативой дать имя Жилинского художественному музею выступил коллектив этого учреждения. Сейчас идет работа по подготовке документов. В Сочи начался не только бархатный сезон, но и санкт-петербургские музыкальные сезоны. Это ежегодный фестиваль. Музыканты оркестра «Классика» дают на курорте бесплатные концерты. Симфонические сезоны проходили в Сочи в середине 20 века. Продолжая традицию, оркестр «Классика» под управлением Александра Канторова даст 10 концертов в летнем театре парка имени Фрунзе. Цикл «Музыка радости» посвящен столетию писателя Даниила Гранина. Однажды я сказал, что это была одна сплошная радость. И мы прицепились к этим его словам и назвали целый фестиваль «Музыка радости». И мне кажется, что масса прекрасных творений, можно смело просто назвать, это «Музыка радости». Я бы все произведения на этом фестивале так и назвал. Начало концертов в 19.30, вход свободный. Прощание с летом состоялось в микрорайоне Мацеста. Местные ТОСы жители устроили для себя праздник и пригласили гостей из других микрорайонов. Традиции в этом году исполнилось 5 лет. Деревья на аллее Челтенхэма, украшенной воздушными шарами, не случайно разноцветные ориентиры указывали путь на праздник добрые полтора километра. Члены ТОСы просто активные местные жители собрались вместе, чтобы проститься с календарным летом и сказать друг другу спасибо за активное участие в благоустройстве микрорайона. В празднике приняли участие около тысячи человек. Среди приглашенных предприниматель Леонид Юдин. Его наградили за большой вклад в подготовку 11-й школы к учебному году. Меценат выделил средства на косметический ремонт класса в коридорах. Я когда вижу энергичных, заинтересованных людей в своей работе, то это всегда привлекает и всегда хочется этим людям помочь. Из 75 сочинских ТОСов Мацестинский один из старейших на курорте. Ему уже 15 лет. За эти годы вместе с властями удалось решить многие застарелые проблемы микрорайона. Плюс ко всему недавно здесь появился красивый парк. Самое главное, что у нас в этом году открыли детский сад, это уже вторая очередь. Ну и конечно гордость наша, это наш парк, вторая очередь. Парк будет продолжаться строиться и мы все в ожидании, когда он будет готов. И мы готовы помогать. Осталось 700 метров набережной нам благоустроить. Это твердые покрытия, освещение, лавочки-урны и зеленые зоны. И тогда уже весь проект подойдет своему логическому завершению. От ванного здания, где мы сейчас находимся, можно будет гулять до моря и переходить на наш приморский теренкур. И до самого югспорта вся тропа, порядка 10 километров получится пешеходный маршрут. Организаторы праздника обратились к жителям Мацесты с просьбой беречь инфраструктуру микрорайона, не допускать вандализма в новом сквере и вместе проводить субботники. И здесь, и у себя во дворах. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. На курорте состоялось торжественное открытие обновленного скейт-парка у виллы Вера. А объездить новые рампы уже в первый день смогли юные спортсмены-экстремалы. Участники краевых соревнований по трюковому самокату. Открытие обновленного скейт-парка профессионалы и любители экстремальных видов спорта ждали с середины июля. Еще пару месяцев назад площадка буквально рассыпалась под колесами спортсменов. А уже сегодня ребята смогли проверить качество обновленных рамп, ступеней и перил. Мы хотели скорее-скорее ее обновить. Это у нас получилось. Сегодня он полностью отреставрирован. И мало того, это была не просто поверхностная реставрация, а были заменены и внутренние конструкции в том числе. Потому что было несколько камазов только мусора и гнилых досок отсюда вывезено. И мы уверены, что сегодня здесь кататься безопасно. Ремонтский парк обошелся в более чем полтора миллиона рублей. Это уже вторая обновленная за лето скейт-площадка в Сочи. Мы месяц ждали, когда его откроют. Его классно отремонтировали. Ребята полностью довольны. Мы тоже как организаторы довольны, как сделали ремонт. На торжественное открытие скейт-парка приехал и глава города. Для гостей выступили творческие коллективы, а спортсмены показали трюки с самокатами. Анатолий Пахомов вручил благодарственные письма экстремалам за активное содействие в обновлении скейт-парка. Глава города особо отметил – безопасность детей превыше всего. Задача состоит в том, чтобы действительно дать возможность детям и заниматься любимым видом спорта, но при этом надо обеспечить полные меры безопасности. То есть здесь необходимо, чтобы детки были все-таки, наверное, в шлемах. Наверное, нужен врач постоянно здесь, потому что все-таки экстремальный вид спорта, он на самом деле травмоопасный. Обеспечить скейт-парк всеми необходимыми мерами безопасности Анатолий Пахомов поручил управлению молодежной политики. А уже скоро в Сочи ожидается открытие еще одной скейт-площадки на Красной Поляне. Подтвердил звание лучшего в Сочи завершился девятый Кубок мира по хоккею «Сириус» среди молодежных клубных команд. Победителем турнира стал действующий обладатель трофея Ярославский Лока, ранее также ставший обладателем Кубка Харламова. В финальном матче ярославцы обыграли сборную лучших игроков канадской провинции Альберта. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Никита Анаховский. Для команды Лока это третий Кубок мира. В 2016 году они завоевали трофей в Нижнекамске, в 2018 стали триумфаторами турнира в Сочи. За это время ярославцы выиграли 16 матчей подряд, не потерпев ни одного поражения. Бронзовым призером стала команда Керпят из Финляндии. В матче за третье место финны обыграли Редбул из Австрии со счетом 7-4. Керпят стал самой результативной командой Кубка 27 шайб за пять матчей. Кстати, два россиянина получили индивидуальные награды. Владислав Акаряк признан лучшим вратарем, а Григорий Денисенко самым ценным игроком. Напомню, девятый Кубок мира Сириус во второй раз проходил в Сочи. В нем приняли участие восемь команд из России, Канады, Австрии, Швеции, Финляндии, Чехии, США и Швейцарии. В Сочи снова пройдет сахарный марафон. 7 сентября в девятый раз стартует третий этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «Скайранинг-марафон». Ожидается, что в этом году количество участников в забеге на вершину Псиашха Сахарная превысит 200 человек. Высота Псиашхи – 3189 метров. Сахарный марафон – стремнования среди любителей и профессионалов «Скайранинги», так называют скоростное восхождение на горную вершину. Стремнования проводит Федерация альпинизма Краснодарского края при поддержке Кавказского заповедника. Первые турниры прошли в 2011 году. Маршрут проходит по красивейшим местам заповедника, которые в обычное время закрыты для посещения туристами. Дистанции марафона разбиты на этапы, каждому соответствует контрольное время прохождения. В этом году открыты для регистрации четыре дисциплины – марафон, классика, туризм и лайт. Своё участие уже подтвердили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и других городов. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остаётся добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке, телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok